Здарова всем! Я решил сделать небольшой сериал для начинающих стримеров и ответить на главные вопросы. Какой компьютер собрать, какие девайсы выбрать и как все настроить, чтобы ничего не глючило. Это первая серия, в которой я соберу минимальный, по моему мнению, ПК для комфортного стриминга Full HD 60fps. Сборка будет на связке и с Ryzen 1600X и 6-гиговой MSI GTX 1060. Можно, конечно, накинуть 30 долларов и взять Ryzen 2 серии, но тогда лучше и материнку подобрать для разгона. Я выбрал такой конфиг, потому что хочу проверить два способа стрима. С помощью видеокарты и процессора. Конечно, если вы планируете стримить с помощью ресурса видеокарты, то можно взять i5-8400 и видеокарту мощнее. Высокочастотная память HyperX Predator с частотой 3200 МГц не будет тормозить наш процессор. И за это есть спасибо. Можно взять модули дешевле и с такой же частотой, но я ленивый уж, простите. Накопителей, естественно, два. SSD емкостью 240 гигабайт, чтобы влезла система с парой любимых игр. И терабайтный HDD от Seagate для хранения записей стрима и ваших эпичных моментов. BigWide PureRock отлично охлаждает процессор даже в разгоне до 4,1 ГГц. Но выше 3,8 ГГц я его не разгонял, так как материнская плата у меня бюджетная MSI B350 Mortar. Блок питания я взял с запасом и относительно недорогой. Залмал на 700 Вт. Да, для этой системы его с избытком, но вдруг в будущем я поставлю сюда 1080 Ti. И гвоздем программы я бы назвал корпус Frontier Mirror. За 40 долларов вы получаете две грани из стекла, три вентилятора с псевдо-RGB подсветкой и достаточно толстую сталь. Хотя я не могу промолчать и о паре минусов. В корпусе сложно организовать адекватный кабель менеджмент сзади. И очень мало места сверху для размещения туда хоть какой-то СВО. К слову, спереди установлены неродные вентиляторы Deepcool RF120. А не тише обычных, с отдельным блоком управления и возможностью настройки через Asus Aura. А если это все чудо поставить еще и в кадр, то это прибавит плюс 100 к вашему скиллу. На, серьезно? Ты не верил? Универсального сетапа по периферии дать сложно. Кому-то нравится одна мышка, кто-то любит беспроводные наушники. Но есть пару моментов, которые я прочувствовал на себе. Ими я с вами и поделюсь. При трансляциях для людей очень важно хорошо слышать стримера. Поэтому подбор хорошего микрофона один из залогов успеха. Естественно, если ваша харизма и чувство юмора на высоте бурдж-халифа, то даже с обычным микрофоном от наушников можно веселить народ. Лично я использую BM800 с USB-картой за 2 доллара. Ну а как меня обычно слышно на стримах, я сейчас покажу. Да-да-да, вот его, я его убиваю. Я убил его. А он еще? Где? Да, это же. Уходи, уходи, уходи. Если нужен отдельный обзор сравнения микрофонов, то нажми лайк и со второго аккаунта. И напиши, Артем, хочу сравнение микрофонов. Наушники нужны не только ради хорошего звука. Помимо удобства и звучания, имеет значение и внешний вид, ведь они будут в кадре. Так что крутой вид и RGB-подсветка будут только плюсом. В принципе, можно стримить и без веб-камеры. Но с ней у ваших зрителей будет визуальный контакт с вами. Они могут следить за вашими эмоциями и реакцией. Если ты сидишь в общаге или постоянно сзади тебя ходят родители, то можно воспользоваться хромакеем. Или взять специальную веб-камеру, такую как Logitech C922, которая обрежет или заменит задний фон. Да, она стоит внушительных денег, но альтернативный вариант с хромакеем я уже предложил. Выбор за тобой. Желательно, чтобы веб-камера показывала не меньше 30 кадров в секунду. По клавиатуре есть тоже совет. Механическая на синих свечах – наихудший вариант для стримов. Да и вообще, настроить отсекание микрофона в клацании на механике достаточно сложно. Я это прочувствовал на своей шкуре и зрители часто жаловались. О теории давайте перейдем к практике. Будем сравнивать качество трансляции и прикодирования через процессор и с помощью видеокарты. Настройки поставлю пока полностью стандартные, которые предложил OBS. Но битрейт в обоих случаях выставлю 9 Мбит в секунду. В следующем выпуске я разберу более детально настройки OBS, чем их едят и за что они отвечают. А пока давайте проверим, с помощью чего лучше стримить. Слева запись трансляции через процессор, справа с помощью видеокарты. Начнем с самой, по моему мнению, популярной игры на YouTube. Пап. Настройки графики для стриминга на процессоре с высоким качеством текстур, постобработки и сглаживания. Остальное в минимум. И играть вполне комфортно. Однако для трансляции через видеокарту пришлось снизить до средних, чтобы дать ей запас мощности. Тем самым обеспечить более плавный стрим без подлагиваний. Однако средний FPS при стриме на процессоре был выше, даже с более высоким пресетом графики. Сравним в CSGO. Она более требовательна к процессору, да и любые фризы и статтеры в этой игре смертельно опасны. В прямом смысле этого слова. Настройки графики средние. И тут я думал, что при записи тестов допустил ошибку и два раза стримил с помощью процессора. Но, как оказалось, видеокарта почти не загружается при трансляции. Поэтому для более высокого качества стрима я бы советовал повысить VBS соответствующие настройки и использовать NVEC. Раст игра нестабильная, поэтому при ее трансляции могут быть проблемы. Так я думал, пока не запустил часовую трансляцию. За час я сменил более 10 серверов, чтобы попробовать максимально загрузить ПК. Пресет настроек Beautiful. При стриминге через видеокарту ее загрузка повышалась всего на 3-5% в среднем. И почти всегда держалась в пределах 93-98%. Загрузка процессора при этом была всего 30-35%. Но при трансляции через X264 нагрузка на процессор возросла в два раза. Такую же ситуацию мы наблюдали почти во всех играх. Поэтому вполне оправданно можно сделать вывод, что если вы владелец видеокарты от NVIDIA уровня GTX 1060 и выше, вам совсем не обязательно покупать процессор с 6-ю ядрами и 12-ю потоками для комфортного стриминга. Более того, с процессором i5-8400 можно получить больше FPS в играх. Это мы проверили на практике, вот тут будет ссылочка на мое видео. По качеству самой трансляции при одинаковом битрейте субъективно скажу, что разницы не увидел. Но если покопаться в настройках более детально, качество можно повысить, чем мы и займемся в следующем ролике. Если ты тоже проникся этой идеей и хочешь попробовать себя в качестве стримера, то давай наберем 1000 лайков, чтобы вторая серия вышла как можно скорее. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропускать обзоры железок и сборок ПК. И еще на мой, если не сложно, я там часто стримлю и отвечаю на вопросы. Меня зовут Артем, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok